Наш город строили тысячи людей. И для того, чтобы наиболее достойно отразить их в истории города, сохранить для потомков сведения о Кумертау и о его первостроителях, историк-краевед Владимир Макраусов выпустил несколько книг об их судьбах и биографиях. Он рассказал нам о шахтерской деятельности при строительстве города, о нахождении при разработке дренажных шахт таких артефактов, как мечи и посуда первого века до нашей эры, доказывающих существование поселений на месте, где сейчас возвышается город. Историй очень много. Тут же, когда добывали уголь, у нас уголь здесь бурый, марикетный, я сам лично видел, знаете, когда пласты обрабатывают, там бывали целые деревья лежали, которые превратились потом в древесный уголь, вот этот вот прям огромный, 30-40 метров, стволы, прям целые стволы вот этих вот деревьев. Потом находили вот бивни мамонта. Сейчас уже, наверное, не осталось, потому что отдавали их тогда в школы, в музеи. Прям вот бивни мамонта, зубы мамонтов находили разные какие-то, ну, разные моллюски, окаменелые уже. Вообще интересно. В годы функционирования предприятий угольной промышленности более 300 горняков были награждены различными правительственными наградами – орденами Ленина, Красного Знамени, Орденом Октябрьской Революции, Дружбы Народов, знаками шахтерской славы различных степеней. После окончания войны более 2000 фронтовиков участвовали в строительстве города, работали слесарями, трактористами и механиками. Вот, например, Махмутов Керам Зияевич, значит, вообще его называли легендарной личностью. Это был танкист. Он прошел такой славный путь от командира тяжелого танка до командира танкового батальона. Представляете, он был награжден двумя орденами, Красного Знамени, орден Красной Звезды. У него был орден Александра Невского, представляете, 11-й войны. Кроме фронтовиков, принимавших участие в строительстве города, в Кумертал приезжали специалисты угольной отрасли с Украины, Белоруссии и других стран. Их направляло Министерство угольной промышленности СССР. Вацлав Песецкий сразу по окончании Ленинградского горного института был распределен на Кумерталскую брикетную фабрику. Он вспомнил, как в прошлом праздновали День Шахтера и как выглядел строящийся город в то время. Демонстрироваться были обязательно. На предприятиях. Там предприятий-то было мало. Когда я приехал, было брикетное, был разрез, было ПТУ. Там еще мелкие строительные эти самые домики были. В следующем году Вацлаву Песецкому исполняется 90 лет. Он начинал свою карьеру на брикетной фабрике простым рабочим. После стал мастером, начальником цеха, главным инженером и, наконец, директором фабрики. Только приедешь, бывало, домой с работы, тут же тебе звонят опять. Опять случилось что-то. И опять туда поехал. Ну, вот так. Тяжело было работать. Ну, а потом уже через несколько дней, какое-то время, меня назначили директором этой фабрики. А фабрика большая, самая большая в Союзе. Брикетная фабрика вместе с разрезом и другими предприятиями входила в производственное объединение «Башкир-уголь», которое во многом старалось поддерживать своих работников, выдавая шахтерам квартиры, машины и отправляя специалистов в командировки по социалистическим странам для обмена опытом. По мнению бывшего директора фабрики, День шахтера неразрывно связан с историей нашего города и очень важен для сохранения памяти о первостроителях у молодого поколения. Ну, память о тех, которые там вкалывали, что на разрезе, что на брикетной, что в ПТУ. Ну, я считаю, надо людям напоминать это дело. Я за. И сокращать праздники эти ни к чему. Вспомнить подробнее историю города и героев труда в преддверии праздника жители нашего города могут в историко-краеведческом музее Кумертау. Традиционно его посетителям в первую очередь рассказывают о первостроителе города, о том, как необходим был стране уголь для восстановления после войны. Поэтому фронтовики отправлялись на месторождение для добычи этого полезного ископаемого. Они жили в палатках, в землянках, в саманных домиках. То есть, как таковых, никаких домов, условий для них не было. И вот первое жилье, которое для них строилось, это были вот такие вот бараки деревянные. Они говорили, да, было трудно, да, было очень сложно. Не хватало еды, не хватало одежды, не хватало каких-то элементарных условий. Но, тем не менее, закончилась война, и это очень радовало. Мы жили все дружно. То есть, дружно работали, дружно по вечерам отдыхали. Также пели, плясали, а утром ходили на работу. В музее также располагается экспозиция о зарождении угольной промышленности в городе. Она создана представителем Национального музея республики. Перед этим ими было изучено множество фотографий и документальных данных о первостроителях. На подиуме экспозиции располагается дипломная работа – модель экскаватора, выполненная студентами горного колледжа. Там же для показа выставлен брикетированный уголь, известный не только в нашей стране, но и за рубежом. Если город Кумертау сейчас знают больше как вертолёт, то в советское время нас больше знали как угольный город. И нашим брикетом выгревались и Югославия, и Польша, и Чехословакия, и Германия. То есть мы были вот такие вот известны. Истории первостроителей города сотрудники учреждения бережно сохранили на стендах музея. Это материалы о людях, трудившихся на угольном разрезе, и их личные вещи. До сих пор в музей приходят дети и внуки тех, кто работал на первых предприятиях города. Вспоминают о них как о людях с большой буквы. По словам директора музея, множество документальной информации и фотографий перед строителей города хранится в архивном фонде. И сотрудники учреждения стараются выставлять их попеременно на стенды во время различных тематических мероприятий. В этом году в честь грядущего праздника Дня Шахтёра муниципалитетам традиционно планируется организовать торжественный приём в администрации города.